здравствуйте друзья с вами константин биржаков я рад приветствовать вас на канале vision онлайн сегодня у нас с вами обзор и тест вот такого накамерного монитора fill world f7 pro это старшая модель вот такого монитора f6 plus от этой же компании fill world обзор этого монитора я делал на нашем канале не так давно дело в том что электронная начинка у этих двух мониторов очень похожи можно сказать что она абсолютно одинаково мало того я видел в сети обзоры монитора 7-дюймового энди цин у которого точно такая же электронная вся начинка все экранные инструменты точно такие же скорее всего эти компании дают написание кода на аутсорс какая-то компания для них пишет этот код и работа с 3d лад с пользовательскими пресетами здесь точно такая же абсолютно одинаково поэтому сегодня мы про них рассказывать не будем кому интересны про эти инструменты подпочитать посмотреть ссылку на ролик я оставлю в описании там будет обзор вот этого монитора пяти с половиной дюймового сегодня мы сосредоточим свои усилия на вот этом мониторе 7-дюймовым и так основные его технические характеристики это диагональ 7 дюймов как следует из названия f7 pro разрешение экрана у него full hd скорее всего full hd плюс потому что по высоте у него 1200 пикселей они 1080 как у full hd на вход он принимает 4к 60 fps это очень высокий битрейт и я не нашел среди в модельном ряду компании feel world таких мониторов может быть они уже такие выпустили но это очень высокий битрейт также монитор способен выдавать на вход на выход hdmi сигнал это может быть полезно при подключении второго монитора или большого телевизора можно здесь отдать в трансляцию яркость у него 500 кандал на квадратный метр и контрастность 1200 к одному это вот его основные технические характеристики теперь давайте поговорим про минусы этого монитора который я обнаружил в процессе эксплуатации чтобы потом на них не останавливаться и говорить только про особенности работы этого монитора и так самый первый минус который я обнаружил это в комплекте нету адаптера от сети 220 вольт его нужно приобретать дополнительно на сайте feel world я купил сразу два и закрыл этот вопрос в комплекте его нет и он идет только вот с такой вот ненашинской вилкой то есть для адаптера нужен еще дополнительный адаптер в от нашей розетки дальше мне не понравился вот этот вот кронштейн крепления монитора на холодный башмак я его затянул изо всех сил которых только мог он болтается причем болтается в самом креплении холодный башмак это очень неудобно и для того чтобы затягивать вот этот кронштейн нужен вот такой ключ который идет в комплекте он вставляется вот в эти отверстия и таким образом затягивается это тоже очень неудобно без ключа его не снять хорошо не затянуть конечно можно это делать руками тут есть насечки но согласитесь это неудобно куда удобнее иметь вот такой вот кронштейн l-образный как на вот этом маленьком мониторе к сожалению для этого монитора такого кронштейна отдельно мне приобрести не удалось я написал производителю fill world и спросил почему нет такого кронштейна они мне посоветовали купить какой-то новомодный навороченный кронштейн вот я сейчас здесь вот изображение его прикреплю то что они прислали это совершенно не то что нужно и скорее всего с такой штукой работать неудобно дело в том что я часто снимаю сам себя и когда снимаю себя я переворачиваю монитор вот таким вот образом и мониторю свою картинку мне это очень удобно l-образный кронштейн это очень круто вот этот монитор тоже способен переворачивать картинку когда мы его переворачиваем но такого кронштейна здесь к сожалению нет сюда он установить его установить нельзя он упрется вот в этот угол в результате чтобы снимать самого себя можно крутить вот этот вот кронштейн по панораме он крутится на 360 градусов также он вот так наклоняется на 180 градусов и третий минус который я обнаружил это как обычно у fill world в комплекте нету никакого чехла сумки для переноски в результате да я беру с собой на съемки монитор вот в этой фирменной его родной коробке это ужасно неудобно коробка большая громоздкой ее нужно куда-то класть согласитесь иметь свой родной чехол на молнии очень круто опять-таки монитор энди цин 7 дюймовый у него в комплекте идет классная сумочка на молнии ты открываешь и у нее есть плотная перегородка монитор прячется под эту перегородку для чего для того чтобы если мы сверху накидаем всевозможных вот таких вот адаптеров туда положим кабели то мы не поцарапаем сам монитор это очень классно такая такую сумку можно купить отдельно 1200 рублей стоит на сайте энди цин я скорее всего куплю себе такую сумку потому что возиться с вот этой вот коробкой мне надоело это такие вот основные минусы комплекта также те минусы которые я уже говорил в тесте монитора 5 с половиной дюймового здесь также это осталось а именно для прослушивания записываем записанного материала здесь нету никакого динамика поэтому мониторить можно с помощью наушников здесь есть выход и он расположен очень неудобно вот здесь вот на нижней грани поэтому нужен специальный г-образный штекер вот не такой прямой как у меня а г-образный здесь у нас все то же самое наклоняем монитор подключаем вот сюда наушники обратите внимание кабель мешает если я сейчас захочу вращать монитор по панораме он будет задевать он будет мешать вот так вот мне приходится делать это очень неудобно и для того чтобы комфортно работать с аудио с этим монитором нужен г-образный штекер эти же самые слова которые я говорил про наушники точно также можно сказать про питание от пауэрбанка этот монитор позволяет запитать себя от пауэрбанка и подключаем вот сюда вот здесь вот разъем тайп си и питаем его от пауэрбанка вот я приобрел для него специальный вот такой вот кабель г-образный и он не мешает поворачивать монитор если у нас будет прямой кабель нам будет опять таки неудобно здесь есть также выход для того чтобы можно было при помощи аккумулятора обманки запитать камеру и так вот это вот основные минусы которые я обнаружил вот в этом мониторе сам монитор мне очень очень понравился единственное обратите внимание он чуть чуть светлее чем младшая модель сейчас у меня здесь стоят абсолютно одинаковые настройки то что приходит из коробки по заводу везде 50 процентов яркость контрастность задняя подсветка все на 50 процентов и при вот этих настройках он чуть чуть светлее это просто такая особенность нужно эту особенность знать и в настройках монитора можно чуть-чуть подкрутить эти значения чтобы добиться вообще полное соответствие в картинках и также обратите внимание но вот эти вот тонкие тонкие рамки вокруг монитора я посмотрел весь модельный ряд филворлд и таких тонких рамок вокруг монитора у других моделей нет может быть конечно уже такие мониторы вышли но пока я их не видел это такой вот он первый благодаря таким тонким рамкам он по своим размерам очень напоминает пяти с половиной дюймовую модель она все таки для работы чуть чуть маловато хотелось бы больше если бы монитор был еще больше он был бы тоже громоздкий и неудобный 7 дюймов это самое просто самое удобное вот диагональ я очень уже много работал на реальных съемках с этим монитором мне очень понравилось именно вот такая вот диагональ экрана несмотря на то что 7 дюймовый он очень компактный не намного больше вот этой модели и так давайте посмотрим как этот монитор работает на пленэре для этого перенесемся в осенний парк и так друзья для того чтобы протестировать как этот монитор ведет себя на улице на пленэре я выбрался в этот осенний парк конечно осенью уже прямые солнечные лучи не так часто бьют прямо в монитор но сегодня погода с переменной облачностью есть и тучки есть и чистое небо и достаточно яркий яркий такой вот осенний свет и у нас сегодня есть прекрасная возможность протестировать как же этот монитор ведет себя на пленэре и я могу сразу сказать ведет он себя замечательно я никакие настройки не менял как у меня стояли настройки по умолчанию 50 процентов яркость контрастность и 50 процентов задняя подсветка backlight я ничего не менял я установил его на свою камеру и замечательно вижу самого себя но я чуть-чуть отвернул монитор в бок от себя для того чтобы во первых так бьют на него прямые прямой солнечный свет прямые лучи когда солнце выходит из-за тучек и так вот удобнее снимать на вот эту вот камеру для того чтобы вы видели изображение на мониторе на телефон я снимаю на всякий случай всю вот весь вот этот вот сетап чтобы вы видели приходится таскать с собой кучу аппаратуры звук я записываю при помощи wireless go 2 от road и у меня с собой есть еще вот такой вот козырек который идет в комплекте с монитором он состоит из двух частей вот такая вот пластмассовая жесткая планка и пластмассовая же ну такая вот мягкая штуковина сам козырек вот с этой вот стороны он такой вот покрыт матовый такой махровый тканью которая не отражает лучи а вот здесь вот липучка мы берем при помощи липучки устанавливаем его на вот эту планку получаем вот такой козырек давайте я сейчас нацеплю этот козырек вот я нацепил козырек на монитор так чуть-чуть становится лучше и как по заказу выглянуло яркое яркое солнце и конечно я прошу прощения что я вынужден снимать себя против света но зато так свет бьет прямо в монитор и вы можете видеть что с козырьком становится чуть чуть лучше изображение становится чуть более контрастная но можно запросто снимать вот в такую погоду и без козырька с козырьком надо сказать выглядит чуть чуть более солидно но надо не забывать его брать с собой таким образом наше тестирование показала что монитор ведет себя на улице замечательно мне очень нравится снимать с мониторами я постоянно таскаю с собой для двух моих камер мониторы и так друзья давайте приступим к практике работы с монитором и прежде всего нужно сравнить работу двух разных систем это sony это canon вот при работе вот над обзором вот этого монитора маленького 5 с половиной дюймового у меня была только камера без зеркалка canon eos m6 mark 2 для нее и собственно этот монитор и покупал и тестировал этот монитор в связке с вот этой камерой и вы сразу сейчас по вот этой картинке поняли основную разницу между работой с монитором sony zv 10 и canon eos m6 mark 2 а именно при подключении внешнего монитора экранчик камеры canon у нас гаснет что это нам дает какой основной минус обратите внимание сейчас у меня стоит автофокус с определением лица и этот автофокус определил лицо в кавычках вот этой вот игрушки и например я хочу теперь сфокусироваться вот на вот этом вот в кавычках лице вот на этой игрушке так как у нас нету никакого управления стача нашей камерой я это сделать не могу никакими кнопками вот здесь вот я тоже это сделать не могу для того чтобы мне сфокусироваться вот на этой игрушке что мне нужно сделать мне нужно монитор выключить тогда у меня будет активен вот этот вот мониторчик самой камеры я смогу сфокусироваться на вот этом объекте теперь после того как камера у меня сфокусировалась я снова включаю монитор у меня этот мониторчик гаснет становится активным вот этот монитор и мы видим что фокус у меня вот здесь здесь у меня раз фокус теперь если я больше не хочу чтобы у меня вот эта игрушка была фокусе а чтобы было авто игрушка в фокусе мне надо проделывать опять эту же самую операцию и вот это вот не то что сказать проблема а именно вот особенность то что вот этот экранчик у меня всегда гаснет при подключении внешнего монитора с этим мы разобрались теперь переходим к камеры sony здесь у нас по крайней мере с камерой zv-e10 это новая блогерская камера все обстоит немножко по-другому здесь большое значение имеет в каком режиме мы снимаем сейчас фото или видео так как эта камера прежде всего рассчитана для съемки видео для съемки видеоблогов давайте сперва рассмотрим видео я включил на вот этот мониторчик служебную информацию вы можете видеть что я снимаю в режиме m видео с частотой с разрешением 4k и мне доступен вот этот вот мониторчик на вот него выводится вся служебная информация сюда служебная информация не выводится и мы ее вывести сюда в режиме видео не можем никаким образом несмотря на настройки hdmi вот здесь в самой камере они не доступны то есть в режиме видео мы снимаем вот так вот если мы хотим давайте я вот эту служебную информацию беру хотим сфокусироваться на вот этой игрушке пожалуйста у нас фокус вот здесь хотим вот здесь на здоровье фокус у нас вот здесь это чрезвычайно удобно для работы с какими-то несколькими актерами для работы для съемки интервью для съемки предметки я это уже десятки раз использовал вот именно в связке с этой камерой выбор точки автофокуса это безумно удобно когда мы работаем с автофокусом разумеется если мы фокусируемся вручную то нам вот это вообще этот маленький экранчик не нужен мы включаем вот здесь вот какой-нибудь допустим фокус пикинг и погнали у нас работает фокус пикинг мы либо с помощью фоллоу фокуса либо с помощью ручной фокусировки на нашем объективе мы настраиваем фокус так как это нам нужно фокус пикинг здесь работает шикарно можно пожалуйста на эту игрушку на эту игрушку на эту игрушку работает это здесь таким образом давайте фокус пикинг отсюда пока выключим он нам здесь не нужен в данный момент он допустим оставим фокус на вот этой вот игрушки верхней какая особенность еще работы вот именно этой связки допустим мы нажмем кнопку старта записи видео обратите внимание сейчас видео записывается но вот этот вот экранчик не доступен и опять-таки выбор точки автофокуса он доступен но мы щелкаем просто куда-то наугад в какое-то место может быть мы можем предположить что объект у нас вот здесь мы щелкаем сюда да этот объект в фокусе сейчас я включу фокус пикинг для того чтобы это было более наглядно сюда он перешел сюда сюда но согласитесь щелкать вслепую не особо хорошо просто неудобно но так работать можно останавливаем запись у нас снова изображение появляется на этом мониторчике такая особенность съемки в 4к если теперь мы перейдем в на первой на первую страницу настроек здесь выберем full hd теперь мы снимаем full hd выбрали точечный фокус навели фокус вот сюда отлично включаем запись запись у нас идет мы можем выбирать . фокусировки то есть другими словами это зависит от от режима давайте вернем обратно 4к и теперь включаем запись все нам опять ничего не доступно вот здесь изображение нет это не ошибка никакая не глюк это просто такая фишка вот эта работа именно вот этого вот теперь давайте перейдем в режим фото вот это режим съемки фотографий как вы можете обратить внимание здесь точно также у нас работают оба мониторчика я могу в любой момент выбрать точку автофокуса хочу вот это вот он почему-то все равно лицо видимо вот эта вот игрушка больше похоже на человеческое лицо и он определяет глаз и лицо вот здесь но тем не менее я могу переместиться вот сюда пожалуйста но ему будет сложно мне нужно отключить автофокус по определению лицу и глаз я сейчас не буду этого делать но это можно сделать теперь давайте попробуем изменить настройки hdmi они находятся очень далеко отсюда перейдем в настройки hdmi и здесь есть такой вот пункт показ инфо hdmi давайте его включим обратите внимание что сейчас произошло теперь у нас вот эта камера сонька зевия 10 ведет себя точно также как канон м6 марк 2 этот экранчик у нас выключен есть сюда служебная информация показывается вот здесь но обратите внимание здесь изображение растянута на полный экран и служебная информация показана внутри здесь изображение сжато и занимает не полностью весь экран уон сколько места и щah supported и служебная информация dostęp вся служебная информация тоже внутри вот этого экранчика но растянуть его с помощью самой камеры не получается работает вот так можно конечно средствами монитора сделать зум картинки сделать ее больше но это уже какие-то костыли и это надо постоянно перестраивать зум туда-сюда это неудобно и теперь мы хотим точно также поменять точку автофокуса мы это сделать не можем напоминаю сейчас мы снимаем фото это не видео поэтому если мы хотим менять точки автофокуса и вообще рулить фокусом делаем вот так выключаем здесь все меню получаем вот такую вот картинку и здесь уже мы можем управлять фокусом мы можем управлять а чем мы еще можем управлять у этой камеры не работает touch в меню итак друзья ролик уже затягивается нужно ускоряться теперь нам нужно рассмотреть такую функцию как работа с 3d лад в логарифмическом профиле эта камера позволяет это делать для того чтобы перейти в логарифмический профиль нам нужно перейти вот в это вот меню профиль изображения и здесь выбрать какой-то из pp от 7 до 9 я выбрал pp7 здесь я выбираю гамма с лог 2 цветовой режим с гамот и мы видим что у нас применился вот этот вот плоский логарифмический профиль изображение стала серенькая на мониторчике она серенькая и при работе с с лог все рекомендуют использовать сдвиг экспозиции в плюс давайте так и сделаем сделаем сдвиг экспозиции в плюс 1 и 7 вот мы получаем такое вот серенькое изображение и теперь мы можем перейти вот сюда в монитор здесь есть такая штука лад свитч я и работу с латами уже показывал в прошлом в прошлом видео сейчас я скачал специальный лад с сайта sony который позволяет конвертировать с лог 2 в 709 я просто-напросто включаю этот лад вот он у меня здесь вот я его скачал с сайта sony здесь в мониторе есть свой собственный с лог 2 можно выбрать его вот он он очень похож на тот который предлагает sony можно выбрать тот который я скачал с сайта sony вот он и таким образом мы будем видеть картинку приблизительно похожую на ту которую мы можем видеть уже в программе монтажа в премьер или да винчи когда мы применим вот именно этот лад конвертации из с лог в рек 709 рассказывая про работу с монитором f6 плюс в прошлый раз я забыл рассказать про такую вот очень полезную фишку для съемки вертикального видео для инстаграма как возможность показать вот здесь вот на мониторе здесь мы можем видеть какая часть изображения будет потом кадрировано в программе монтажа при условии что мы камеру продолжаем держать горизонтально не переворачиваем вертикально вот здесь мы можем показать вот такую черненькую рамочку причем цвет вот этой рамочки можно выбрать вот допустим белая рамочка видна на вот этом изображении лучше и вот именно вот это вот уже часть нашего изображения будет попадать в наш инстаграм и мы можем уже каким-то образом дальше кадрировать нам нравится вот так или так или попросить актеров как-то подвинуться или подвинуть саму камеру я вернул вот этот цвет маркера в черный а вот этот софити маркер я сейчас выключу здесь есть еще такая полезная вещь как маркер мат эта функция затемняет все вокруг кроме изображения которое будет у нас вот так вот кадрировано для инстаграм это еще более удобная вещь причем маркер мат альфа это у нас позволяет сделать вот это вот изображение вообще черным или она позволяет его сделать 75 процентов 50 процентов для чего это может быть удобно вот это вот вот это изображение у нас идет в инстаграм а вот это вот изображение все целиком у нас идет в youtube таким образом мы одновременно снимаем ролик и для инстаграма и для youtube и мы видим что у нас вот есть вот здесь в данном случае инстаграм нас в приоритете поэтому у нас вот так вот вот выделено это изображение но на всякий случай мы должны еще мониторить и что же вот здесь происходит к большому сожалению вот этот вот экранчик самой камеры камера тоже умеет делать такие штуки но она не умеет делать вот это вот именно для инстаграма вот это вот уже мне показалось достаточно удобный и я уже при съемке одного из роликов вот эту вот функцию использовал теперь настала пора поговорить про то почему этот монитор имеет приставку про и почему его иногда еще называют директорским даже на коробке написано директорский монитор давайте его развернем ага вот о чем я говорил сейчас он выпадет из своего крепления очень неудобно здесь на задней части есть вот такой вот порт никто толком мне не мог объяснить что же это такое если мы возьмем посмотрим обычную батарейку sony npf в данном случае 970 то мы видим что вот этот порт точно повторяет конфигурацию вот этой батарейки другими словами если у нас есть какое-то устройство которое способно питаться от sony npf мы можем вот сюда вот его закрепить и тогда это устройство будет питаться от вот этой же самой батарейки она будет питать и монитор и вот это устройство и таким образом нам не надо будет сюда еще навешивать свою собственную батарейку это удобно если у нас есть какой-то видел сандер типа марс мы его сюда прикрепили и он у нас работает от вот этой батарейки и сажает ее или у нас есть какой-то небольшой светильник мы его сюда чпоньк прикрепили и он светит сажая вот эту вот батарейку все допустим мне не нужен вот этот вот порт здесь вы можете обратить внимание есть два вот таких вот винтика они откручиваются и там есть контакты для того чтобы передавать питание отсюда вот сюда эти контакты аккуратненько отщелкиваются и мы можем вот эту штуковину снять если она нам не нужна следующая конструктивная особенность этого монитора состоит в том что вот здесь вот у нас есть еще один порт 1 4 дюйма и мы можем установить дополнительный холодный башмак для чего это может быть полезно у меня камера сейчас в риге и риг мне предлагает еще вот здесь вот и вот здесь холодные башмаки а если у меня камера без рига и я установил монитор на холодный башмак в данном случае на горячий башмак то тогда я уже больше сюда прикрепить ничего не могу допустим вот радиосистему от роут это у меня передатчик но если я захочу сюда прикрепить приемник приемник имеет точно такую же конструкцию точно такую же клипсу просто приемник в данный момент у меня занят я беру вот такой вот переходник накручиваю его сюда и теперь я могу установить сюда в данном случае это конечно передатчик но точно также сюда можно установить приемник или какое-то другое оборудование которое требует холодный башмак очень удобная вещь еще пара слов о питании я провел тесты и вот с вот этой вот батарейка 570 монитор проработал 1 час 40 минут точные значения вы сейчас видите на своем экране и так друзья в завершении любого теста как правило все говорят плюсы и минусы однако я уже в своем повествовании рассказал как про плюсы так и минусы и особенности этого монитора повторяться никакого смысла нет другое дело вы можете у меня спросить понравился ли мне этот монитор купил бы я еще один такой же да мне этот монитор понравился и скорее всего я куплю именно такой же монитор если конечно фил ворлд не успеет выпустить что-нибудь новенькое но зная китайцев скорее всего этот монитор будет актуален еще какое-то время поэтому от своего маленького 5 с половиной дюймового монитора я избавляться не буду он также будет трудиться но для моей новой камеры sony я куплю еще один такой же монитор и он будет у меня трудиться наравне со всеми и чему я больше радуюсь тому что камера sony с этим монитором работает вот именно таким образом как мне удобно или тому что монитор именно такое как мне удобно я пока сказать не могу потому что эти два устройства у меня появились одновременно но они уже как вы можете увидеть прочно заняли вот это вот место и прилипли к друг другу и будут работать именно в этой связке друзья я желаю вам удачных кадров зажигательных роликов и всем удачи и пока